А еще газоотводные трубки, шпатель, пробирки и держатель для них. Десятиклассники уверенно называют все необходимое для лабораторной работы оборудования, а затем и реактивы. Каждый участвует в уроке. Добиться такого результата можно лишь, если преподаватель обладает умением заинтересовать своим предметом, а у ребенка есть желание в нем разобраться. Ведь химия – предмет очень интересный, когда его понимаешь. Мы много проводим практических работ, а химия без практики – это сложный на самом деле предмет. Детям это интересно, они заинтересовываются, увлекаются. Конечно, тяжело дается, но вы знаете, у нас всегда есть результаты хорошие, победители, призеры в конкурсах, в олимпиадах. То есть у нас детки довольно хорошо понимают этот предмет. Наталье Абдурахмановне Ингеноевой всегда нравились точные науки. Мечтала стать учителем математики, но поступила в Чечено-Ингушский государственный университет в Грозном на химический факультет. Стала химиком широкого профиля. Сначала трудилась на нефтеперерабатывающем заводе, а переехав в Одинцово, пошла работать в школу. В Одинцовской лингвистической гимназии – с самого ее открытия, с 2008 года. Никогда мне казалось, не мечтала быть учителем и педагогом, но проработав именно в ОЛГ, в Одинцовской лингвистической гимназии, я поняла, что это, наверное, все-таки мое призвание. Через несколько лет Наталья Абдурахмановна взяла классное руководство восьмым классом, а затем при активной поддержке детей решилась на участие в конкурсе «Самый классный классный» и стала лауреатом второй степени в 2020 году. Помимо бесценного опыта, педагогический марафон помог лучше узнать своих гимназистов. Дети открылись вот с невероятной стороны для меня, просто стали какими-то родными, близкими, потому что я увидела, насколько они уже взрослые, я даже не ожидала, как они реагировали, когда мы ездили к ветеранам, когда мы встречались просто с интересными какими-то людьми, ходили в театр, общались, какие они вопросы задавали, насколько они любознательные, любопытные. Сейчас у Натальи Абдурахмановны новые подшефные. Классное руководство взято над пятиклашками. У них пока нет уроков химии, но с учениками классный руководитель видится регулярно. Напоминает о культуре поведения в школе, помогает наладить общение друг с другом. Есть у нее и юные помощники, актив класса. Мы наводим порядок в классе, говорим, каких детей сегодня нет, кто заболел, кто улетел там, например. Мы помогаем развешивать листовки в нашем классе, украшать его, помогаем организовывать разные праздники, собирать всех детей куда-нибудь. Ученики лингвистической гимназии стараются учиться на 4 и 5. Им это интересно. Каждый урок педагоги делают увлекательным и, идя в ногу со временем, преподносят свою науку с точки зрения практического применения в жизни. А когда дети понимают, зачем им это надо, то начинают разбираться даже в самом сложном предмете. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.